Практика проведения выездных приемов граждан давно и прочно закрепилась в рабочем графике представителей администрации Ленинского района города. В рамках больших консультационных встреч ответы на наболевшие вопросы получают жители отдельных микрорайонов. Проведя предварительный мониторинг проблемных тем, организаторы открытого приема остановили свое внимание на Граевке. Многоквартирная застройка здесь соседствует с частным сектором. В связи с этим немалое количество вопросов по благоустройству территории. Например, жители одного из ближайших переулков попросили обратить внимание на наладку светового оборудования и дорожное полотно, которое много лет не претерпевало ремонта. Когда строили канализацию, естественно, он вообще весь рассыпался. Вопрос был взят на карандаш руководителем дорожно-эксплуатационного предприятия Павлом Богняком. Просьба людей получит реальный отклик. Мы до зимы проблемные места подсыпем дробленкой, а весной уже с началом сезона дорожного появится презират, и мы обязательно им сделаем. Из более чем двух с половиной десятков вопросов львиная доля тема благоустройства. Вопросы реставрации дорожного полотна, освещения, установка светофоров. В частности, недалеко от средней школы номер 16, где работал многопрофильный консультационный пункт. Особенное оживление на участке дороги в утреннее и вечернее время. В часы пик перемещение через проезжую часть для детей небезопасно. Мы пришли с таким вопросом, просьбой даже, может даже от всей школы, чтобы нам установили кнопочный светофор на улице Осипенко. Потому что случаев много бывает, идешь с ребенком, даже самому страшно бывает идти. Мы хотели бы, очень даже и просим, чтобы установили, потому что дети ходят в темное время суток. Вечером темно, особенно зимой, темно очень. Хочется, чтобы, как говорится, видели, что там есть светофоры, останавливались водители, пропускали тех же детей. Вопрос по установке светофора. Конечно, тут не решить, что именно тут, именно так. Есть специальная комиссия при горе с полкомом, которая рассматривает данные вопросы, выносит решение и затем по мере необходимости проектируется, тоже светофор устанавливается. То есть разные вопросы и ответы по срокам могут быть разные. Можно ли решить конкретный вопрос, какой-то у человека появился. Он увидел объявление, ага, есть такой вопрос. Пришел, а тут как раз есть специалист, и знаешь этот вопрос. Ему ответил, сказал, удовлетворен, ты этому удовлетворен. Все тогда этот вопрос записывается, но снимается с контроля. В рамках работы многопрофильного пункта помощь мог получить любой желающий. Порой люди даже переходили от одного спикера к другому. Вспоминая о других нерешенных проблемах, брещане сразу же по ходу обращались за советом и консультацией. Да, были вопросы, которые решались в течение нескольких минут. Ряд тем требует проработки. Работаешь целый день, приезжаешь домой, номера нет. И поэтому вот деньги немалые платишь. 80 рублей платила за то, что все это вернуть, восстановить. А не вернуть я не могу без номера ездить. Во-первых, штраф большой у меня. И свекровь в Литве такая старенькая, 90 лет. В любой момент я должна поехать. Вы понимаете, приходится обращаться. Практика проведения выездных приемов граждан будет продолжена. Подобную открытую консультацию представители вертикали власти, депутаты, чиновники Ленинского района планируют провести уже в следующем квартале.